Девушки отдыхают Все боятся Тревора и правильно делают Блин, только вспомнить, что он сделал с Флойдом Это было ужасно Ну что? Ты неплохо устроился Что? Что ты, что ты здесь делаешь? Так вот как ты встречаешь родную мать, Тревор Я не знал, что тебя выпустили Ты ни разу мне не написал Ни разу не навестил Ну Ты, наверное, и девочку себе не нашел Тревор, скажи Ты гей? Нет Может, дело в этом? Нет Мне плевать Более того Я всегда хотела, чтобы у меня был сын гей Сын, который бы не забыл родную мать Но мама Но мама Но мама Но мама Никаких но Понял? Я выносила тебя Выкормила тебя Отняла от груди И посмотри, во что ты вырос Ты всегда был жалким Неблагодарным Хнычущим Говнюком И мы оба это прекрасно знаем С тобой вечно что-то было не так Ты стыдился самого себя Ты стыдился меня Свою родную мать Я здесь уже несколько часов Ты принес мне что-нибудь выпить? Дал сигарету Помассировал мне ступни Я-то уже старуха Но ты В расцвете сил Неужели у тебя нет сердца? Извини Ну, ну, все хорошо, сынок Довольно Я старая Старая, усталая И одинокая Прости, прости за все Вот именно За все Тревор, я старая женщина У меня нет страховки У меня есть деньги Не нужны мне твои деньги Ты кем меня считаешь? Проституткой? Думаешь, я все еще шлюха? Да ты просто болен Что я могу сделать? Мне очень больно Ты должен раздобыть для меня делюдомол Это можно Только много Буквально целый грузовик И не эти жалкие масюльки А настоящие таблетки по тысяче миллиграммов Ладно А если еще сможешь найти для меня порядочного человека Ну, мы оба знаем, что кто-то должен заменить тебе отца Мне все стало ясно Мне внезапно все стало ясно Он говорил, что у него было тяжелое детство Все потому, что у него мать стерва И нету Мне кажется, он не боится ее Понимаете? Здесь дело не в том, что он ее боится И не может ничего ей противопоставить Он ее любит Как ни странно Поедем мы к больнице Там же вертолетная площадка Там должны быть эти фургоны Больница все-таки Где мне еще искать? Так Привет, Тревор Я оставил подарочек у твоего трейлера Посмотри, когда будет время Всегда твой Рон По-моему, блин, он любит мать Понимаете? Но Мать не разделяет, можно сказать Эту любовь В конце концов Она была для него единственным человеком И на протяжении всей данной истории Мы убеждались, что Его задевает, когда упоминают его мать То есть Когда Эти люди На одном из заданий Бойни Что-то сказали про его мать И он просто вскипел Он просто взбесился Любит он мать Но Он такой человек Он одинокий Ему У него У него никого нет Может и в детстве он такой же был У него, может быть, не было друзей Может быть, даже в детстве Там он как-то отличался от других детей Может, его даже гнобили в детстве Ему нужен был человек Который его поддерживал бы Наверное, он искал материнской поддержки Искал, наверное, материнскую любовь А в итоге не получал ее Скорее всего, так проходило его детство Мать Мать, которая его не любит Но несмотря на это Он ее Он все равно Блин Помчался Чтобы добывать Этот Делюдамол Который Целый фургон Это Офигеть вообще можно Он все для матери Все для матери Блин, это так печально У меня аж это Мне тяжело Это комментировать На самом деле Не потому, что у меня Слова закончились А просто Духовно Духовно Очень неприятно Это очень тяжело Когда родители Не любят своих детей Мамочка, мамочка А мамочке ты не нужен Мамочка только и рассчитывает Ты за это заплатишь На помощь Он украл мои деньги Да мне все равно Я ищу Я ищу Делюдамол Он Возможно Он возле больницы Не буду же я по всей карте Искать Какой-то дурацкий фургон Так, это что такое Делюдамол Так и есть Так Переждем Просто удивительно Что это за делюдамол Такой Наверное Что-то типа этого Типа какого-то Наркотического Средства Которое Обезболивает Или еще что-то В этом роде В малых дозах Может обезболивающие А в больших Наркотическое средство Ну бывает же такое Вызывает зависимость Все такое Может ей больно Потому что она Привыкла к этому К этим таблеткам Ну что Доберемся На самом деле Вот из-за Из-за этой ситуации Из-за этого задания Я понимаю Что Блин Не надо было Ну Так и есть Мы и не сделали это Тревора Убивать нельзя Он Ну не расстреливает Жен прохожих Всех подряд Правильно Ну морду Да Набить может Если кто Неправильно Посмотрел Может его лечить Наверное У него и правда Очень тяжелая Жизнь была Очень Он не насильник Же какой-то Ну по меркам ГТА Я имею ввиду По меркам ГТА По меркам ГТА Он нормальный Человек В реальной жизни Может быть Поместить В психиатрическую Какую-нибудь Клинику Его надо Ему надо Как-то помогать Хотя В психиатрической Клинике Вряд ли Помогают Не знаю Как тут быть Ему нужна Ему нужна Какая-то терапия С психологической Поддержкой Не как У Майкла Ходил К психиатру Тот ему Давал Советы Которые Нифига Не работают Тут нужна Терапия По типу Патриции Если Если уж Это ему Не поможет Не поможет Хотя я Знаете Больше чем Уверена Что Если ему Оказать Поддержку И Патриция Женщина Которую он Полюбил Была бы Рядом С ним Он бы Он бы Не психовал Он успокоился Он излечился Но Учитывая То Как Закончилась Данная История Он опять Остался Один Майкл С ним Вряд ли Будет Контактировать Никому Он опять Не нужен Матери Точно Только Для того Чтоб Дилю Домол Достал Вот и Все Что Ей Нужно От Сына У Тревора Много Денег Сейчас Но Счастье Нет Человека Рядом Это Больно Очень Больно Я понимаю У меня не то Чтобы Жалость К нему Нет Мне его Как бы Это не Жалость Это просто Понимание Сострадание Если можно Так сказать Мама Я привез Лекарства Мама Я привез Лекарства Мама Мама Нет Мама Неужели Блин А что получается Матери то здесь И не было Ладно Сейчас Проанализируем Детка Ты чертовски Хороша Сейчас Я буду Анализировать Это СМС Ламар Кореш Вот это Было Круто Наконец Ты Чему То Научился Еще Немного И Ты Станешь Настоящим Мужиком Да Блин Ламар До Скорого Кореш Так Ну Все Так Что Я хотела Сказать По Поводу По Поводу Тревора Похоже Матери Там На самом Деле Не Было Скорее Всего Это Было Порождение Его Воображение Возможно Его Мать Умерла Из-за Того Что В свое Время Он Не Успел Так Гораздо Лучше Скорее Всего Его Мать Умерла Потому Что В свое Время Он Не Успел Дать Ей Таблетки Эти Самые Делю Дамолы Так Это Мы Читали Новая Выписка По Счету Тоже Ерунда Все Скорее Всего Так И Произошло Так Ну Че Есть Какие Задания Появились Что Ли Нет Должно Быть Задание Еще Вот Оставшиеся А что За Задание Это Непонятно Мне Стив Хейнс Ладно Не Важно Попробую Набрать Кто Такой Крис А Точно Это Этот Псих Служба Спасения Джимми Бостон Лестер Марни Мартин Эммэриэн Молю Рикки Соломон Ну Ка Что Будет Если Набрать Соломона Я Что В эту Штуку Должен Говорить А Это Слишком Унизительно Мы Это Слышали Я Еще Вернусь К Теме Тревора Просто Мне Надо Разобраться Почему У меня Задание Не Появляется Это Трейси До Санта Наверное Сейчас Я Занимаюсь Так что Чао Оставьте Сообщение Потусуемся Нет Давайте Переключаться На Тревора Сейчас Я Короче Разберусь Заданиями Почему У меня Задание Не Появляется И Тогда Я Опять Вернусь К Теме Мы Еще Это Обсудим Как Только Появится Возможность А то Я Что Понять Не Могу Так У него Опять Депрессники Ну Хорошо Хоть Живой Задание Появляться Не Хочет Что За Задание Оставшееся Я Сейчас Наверное Посмотрю В интернете И Мы Продолжим В общем Я Посмотрела В интернете Как Начать Это Задание Оказывается После Получения Стапроцентного Прохождения Нужно Подождать Две Недели И Вот Появился Как раз Знак Вопроса Я Все Это Время Проспала Да Сынок Это Победа Я Чуть Не Спятил Но Мы Все Живы Стояли Надеюсь Ты Чему Нибудь Научился У меня И Маньяка Хотя Бы Тому Как И Мне Надо Быть В Старости Ты Мой Друг На Всю Жизнь Надеюсь Ты Это Знаешь С Уважением Майкл Кореша На Всю Жизнь Ну И Приключения Спасибо Что Выручил Меня Твой Бро Фрэнк Кореша На Всю Жизнь Точно Только Тревору Никто Не Пишет Он Там Сейчас Один С Ума С Ходит Пришлите Такси И Как Можно Скорее Никуда Не Уходите Один Из Водителей Совсем Рядом Ладно Спасибо Так Вот Сюда Мы Поедем Тут Чудаки И Прочие Незнакомцы Опять же Говорю Это Не Обязательное Задание Сто Процентов В Этой Игре Мы Уже Получили Но Мне Все Интересно Че Это За Задание Я Хочу Выполнить Все В Конце Концов Потому Что Я Так Хочу Да Иду Уже Иду Че За Задание Это Такое Оставше Ся Так Куда Куда Я Я Восемь Лет Хожу По Этим Лесам И Видел Одного Раз Сто Но Никогда Не Удавалось Попасть Во Глянька Свежий Помет Чувак Ты что Таскаешь Это дерьмо В кармане Конечно Постой Ко Ай Ты Подстрелил Меня Урод Черт Черт Могу Поклясться Что Стрелял В чудище Они хитрые Ублюдки Иногда Носят Оранжевую Одежду Чтоб Люди Принимали Из-за Охотников Сюда Чудище Значит Фотография Неплох Но Трофейная Голова Еще Лучше Он Час Тагадит Вон Там В долине Я Прикрою Тебя С Утеса Ты Не Представляешь Сколько Я Уже Охочусь На Этого Ублюдка Прислушивайся К Его Жуткому Вою Если Завоять Значит Либо Ты Его Нашел Либо Он Тебе Что Что Чудище В ГТА Чего Серьезно Нет Ладно Если Вы Считаете Что Это Серьезно Допустим Он Где-то Рядом Приятель Попомни Мое Слово Ну так Вот Что Я Хотела Сказать Еще 14 Игровых Дней Назад Мне Показалось Что Мать Тревора Она Была Воплощением Его Воображения То Есть Возможно Его Мучает Совесть За то Что В свое Время Она Попросила Таблетки Может Он Отказал Ей Их Привезти Отказался Ей Их Принести Или Еще Что То Или Психанул Ушел Ну что-то Наверное В этом Вроде Возможно Возможно Он Не принес Ей Таблетки Так Возвращайтесь В долину Ладно Возвращаюсь Не туда пошла Короче Скорее всего Она Умерла И Его Мучает Совесть Ты явно Либо Либо На самом Деле Он Пытался Помочь Но Ничего Не Вышло Одно Из Двух Либо Не Помог Либо Пытался Помочь Но Не Получилось Ну Он Тут Не Виноват В конце Концов Блин С таким Отношением Любящая Мамочка Называется Короче Мне Почему-то Кажется Что Сейчас Тревор Впадет В депрессию Очень Глубокую Может Даже С жизнью Покончит Кто Знает Франклин Стой 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 Франклин Едить Колотить Зато Спустились Так А где Мы Что Обследовать Должны Были Я Что Не Знаю Где Что Должна Искать Какие Экскременты Где Ладно Давайте Вернемся К этому Чудику Ну я Скорее Всего Склоняюсь К Варианту Что Тревор Покончит С собой В конечном Счете Не Выдержит О Вижу 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 Метку На карте Конечно Очень Печально Но Скорее Всего Это Наиболее Вероятный Исход Хотя Мне Очень Нравился Этот Персонаж Но Ничего Не Поделать Он Сломался Очень Тяжело Ему Слишком Слишком Тяжело Тяжело Через Это Пройти Так Ну че Мы Где Какие Экскременты Это Где Я Просто Постараюсь Почаще Прицеливаться Тут Вдруг Как Выскочит Я Я Знаю Что Это GTA Но Мало Лет Resident Evil Style Кто Знает Этих Разработчиков Так Это Что По Моему Это Олень Да Это 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 Олень Это Не Лев Меня Напрягают Львы Фу Гадость Так Ну и че Ну мы Ходим Тут И че Дальше Что Это За Херня Стоять Блин Этот Гад Шустрый Как Ниггер Стой Блин Стой Стоять Где Он Я Не Понимаю Зачем Мы Этим Занимаемся А Наверное Лев Блин Удачный Выстрел Это Был Очень Удачный Выстрел Не Понимаю Почему Мы Этим Занимаемся Мы С тобой Войдем В Историю Кореш Ну Где Оно Я Просто Уже Беспокоюсь Как бы Львы Не Напали Ого Стой Волосатый Гад Теперь Ясно Почему Его Еще Не Поймали Так Он Нырнул В Куст Шустрый Ублюдок Ай 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 Черт Я его Снова Потерял Добанная Животина Шустрит Скотина Лев Ранил Стреляй Человек Да я Уже Стреляй В меня Человек Не хочу Мучиться А че ты мучишься Я тебя уже Подстрелил Я последний В своем роду Эволюция Жестокая Сучка Мы Тысячу Лет Жили В этом Лесу Постой Это что Маска Не хочу Мучиться Человек Мужик Перестань Нести Эту Херню Что Творится У тебя На чердаке Раз ты бегаешь По лесу В дурацком Костюме Я Последний В своем Раду Чувак Да ты просто Фрик Эй Я не Фрик Нет Ничего Плохого В том Что я Возбуждаюсь Отыгрывая роль Фантастического Существа В костюме Что это еще За херотень А как По твоему Чувак Да иди Ты нахер Какого фига Это что было Сейчас Это Это что сейчас Было Блин Блин Надо мне Отсюда Убираться Тут Мало Тут Львы Ходят И Всякие Фрики Фрики Наверное Опаснее Львов Потому что Фрики Своей дуростью Могут Заразить То еще Опылишься От него Нафиг Блин Это же был Лев Да Это был Блин Это было Это был Олень Прости Я пыталась Себя защитить Надо выглядывать Львов И вызвать такси Чтоб свалить Отсюда Мне надо Отсюда Смотаться Привет Мне нужно такси Конечно Конечно Машина Скоро Подъедет Хорошо Тут Какая-то Тачка Наверное Этого Фрика Но я Я на ней Не поеду Я лучше На такси Я лучше На такси Скорей бы Оно Приехало Что-то Я уже Переживаю Слишком Тихо Очень Даже Тихо Ну где Такси То Блин Нафиг Я лучше Спрячусь Это Становится Очень Опасно Даже Чересчур Пока Я тут Такси Дождешься Львы Сожрут Нафиг Короче Давайте Так Парашютизм Дартс Гольф Охота Гонки Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла Короче Все Уже Никаких Заданий Недоступно Давайте Последний Раз Проверим Как тут Наши Ребята Поживают И будем Уже Заканчивать Тревор Етить Я же Говорила Он Похоже Он будет Пытаться Покончить С собой Может В конечном Счете У него Это и Получится У нее Всегда Занято Фиг Дозвонишься До нее Лучше Бо Он ее Тогда Не Похищал А то Совсем Духом Упал Это Мод Это Мод Из Грейпсида Пожалуйста Оставьте Сообщение Если у вас Есть Информация О местонахождении Пропадающих Без вести Социальных Элементов Какая деловая Женщина Так Ну и чем Занят Майкл Сейчас проверим И будем Закругляться Не говори маме Сколько я тебе дал Ни за что Так Отчета Собственности Отчета Собственности Да Это мы тоже Уже знаем И Все короче Все это мы уже читали Блин стоило только Выключить записи Смска пришла Прощай Ну друг мой Это победа Заклинаю тебя Всем святым Что есть на свете Не ввязывайся В неприятности Кстати Не знаю Слышал ли ты об этом Но меня только что Пригласили вести Шоу Изнанка Рая Страшно жаль Что так вышло С коллегой Стивом Мне будет не хватать И его И его чудовищных костюмов Но по крайней мере Эта страшная смерть Привела хоть К чему-то хорошему Я наконец-то сумела Обеспечить себе старость Надеюсь Больше мы не встретимся ДН Ну и хорошо Ну и хорошо Что все хорошо Кончается Удачи Я попытаюсь Вести себя Хорошо Все Ну все Думаю После этого Они уже Переписываться не будут В общем Попутчики Зато мы доставили Поэтому для меня Блин Еще дофига ехать Слышь Приятель Ты нас куда-то Не туда завез Ага Наш мотель Точно стоял Не на горе Да не переживайте Голубки Просто хотел показать Вам самое романтичное Место во всей округе О это другой разговор Что скажешь Дорогая Снимешься в фильме Про природу Не знаю Я просто хочу домой О вам понравится Это место здорово Всех сближает А ехать то нам Недалеко Это просто Километраж Показывают до цели Куда нам надо было Их довезти Но мы поехали Вместо этого сюда Приветствую друг Что это у тебя Что Говорят вы принимаете Заблудших путников За умеренную плату Воистину Так и есть Оставь тело Возьми злата Ну же Быстро Шевелитесь Давай Мы получили 2000 долларов За это За то что мы Доставили их На верную погибель Ясно Это того не стоит Но задание я выполню Встреча только за городом Никаких настоящих имен Словом Все чисто Как полагается Настоящему джентльмену Ты выбрал Странный путь Просто здесь меньше пробок Теперь я везу Этого парня Который любит гольф Конечно Очень не хотелось бы Но Я же сказала Что я Первый Слушай Что такое Гольф клуб Мы давно проехали Я хочу показать тебе Еще один Классный Загородный клуб Ну ладно Я же сказала Что я Первых попавшихся Буду возить Но К сожалению Я ездила По трассе Очень долго И мне Попутчики Не попадались Я опять с подарками Ты очень добр к нам, друг Я это уже слышал Шевелись Давай Быстрее Быстрее Кого-то привезли Это знак Уроды Ты уверен Что мы едем Куда нужно? Да Я тут все знаю Как свои пять пальцев Теперь Мы везем Эту девушку У которой Папа бандит Ну помните Мы тогда играли За Франклина И она Все свои секреты Можно сказать Растрепала по дороге Вот сейчас Мы Отвозим ее Благо Тут недалеко Надеюсь Скоро Это задание Закончится Потому что Мне на самом деле Аж это Так неприятно На душе Что я это делаю Хоть это и в игре Но все Но все же Что у тебя Что у тебя Еще одна парочка Заблудших овечек Которых вы можете Перевоспитатели В общем просто заплатим Не ладно Даже думать не хочу Чем вы тут занимаетесь А может Стоит задуматься Друг мой Давай быстро Что за дела Какого Юность Хитрость Это грех Вкусите плоти Глотните крови Мы снова Обретем свободу Альтруизм Великое благо Для великого поколения Мы снова Возродимся Он прибыл Привет Ищущий Здравствуй Искатель Мы преклоняемся Перед тобой Мы обретаем Вечную молодость И силу У этого алтаря Посланного нам свыше Здравствуй Искатель Приготовься К очищению Очистить Все Чистая плоть Чистая кровь Чистота Это все Владыка Смотри Убейте его Сделайте его Чистым Нашим величайшим Успехом Станет их поражение Я просто потерпела Тут несколько Провальных попыток Потому что Слишком много этих Одновременно Атакуют А укрытия нет И я решила Воспользоваться Спецспособностью Тревора По-моему Это единственный шанс Выжить В данной ситуации Был Давайте просто Перебьем этих уродов Потому что Это уже Ни в какие ворота Да У меня же оружия Нет Потому что Я игру Заново Перепроходила Интернет Свел его С ума Можете себе Представить Да Я С нуля Перепроходила Игру До тех пор Пока Мне Не позволили Переключаться На Тревора Чтобы выполнить Это задание Настолько Мне хотелось Его вам показать Может кому-то Оно будет интересно Сама-то я могла И у кого-нибудь Глянуть Но Я должна знать Что у меня Оно Тоже Есть Я его тоже Прошла Блин Не успевает Здоровье восстановиться Меня просто берут И обстреливают Надо поменять укрытие Вот сволочи Кстати По-моему Это же Эти же Самые Уроды Которые Тогда Девушку На дороге Повалили И Сказали Что Бедрышко Мне Чет в этом Роде Вот значит Кто такие Альтруисты Вы понимаете На самом деле Я не выполняла Это задание Потому что Я думала Что это Ну Какое-нибудь Реально Доброе Задание С альтруизмом И все Такое Но Я никак Блин Не могла Подумать Что Здесь Вот такое Вот Вот Такой Вот Трэш Все Задание Культа Выполнено Ну И Слава Богу Не в пустую Я перепроходила Игру Значит Так Сейчас Посмотрим Что тут У нас Есть Да Будем Закругляться На этот Раз Уже Окончательно Ого Господи У него Штанов Нет Какой Ужас Блин Какая Трэшатина На самом деле Если бы Это Реально Было Доброе Задание Я бы Посмотрела Чего Оно Из себя Представляет Тут Солнышки Блин Нарисованные Всякие Они Как будто Типа В детство Впадают Наверное Поэтому Они Плохо Одеваются Там Штаны Не Одевают Они Типа Хотят Почувствовать Себя Детьми Что-то В этом Роде Если бы Это было Какое-то Реально Доброе Задание То Может Я его И Выполнила То есть Я хотела Заняться Этим После Того Как Пройду Игру Я задавалась Вопросом Что это За задание Культа Альтруистов Но Что-то Мне Совсем Не Хотелось Вести Своих Попутчиков Туда Куда Они Реально Не Просили Так Тут Кейсы Тут Везде Короче Кейсы С деньгами Я так Понимаю Что Это Наше Вознаграждение Было Если бы Мы Проходили Это Задание Во время Прохождения Во время Первого Прохождения Точнее Можно было Его выполнить Сразу Но Я не хотела Отклоняться От маршрута И все Такое Хотелось Реально Помочь Людям Которых Мы Встречали По дороге А не Вести Их Непонятно Куда Тем более Я и подумать Не могла Что тут Реально Каннибалы Откуда Мне было Знать Вообще ГТА Конечно Удивляла Меня До самого Конца И Удивила Даже После Завершения Основной Историей Я не Ожидала Я ожидала Что культ Альтруистов Это Вот Такое Вот Вот Такой Вот Кошмар Одним Словом Ой Базука Тут Нехило Они Разживаются Ну Да Ладно Сейчас Еще Пару Этих Осмотрю Ага Вон Еще Кейс И Да Вообще В принципе Мне эти Кейсы Не нужны Я же Дальше Игру Проходить Не буду То есть Я чисто Вам Просто Показываю Что тут Есть И все Такое Ну Вроде Все Вроде Все Мы Собрали Уже Дальше Уже Нет смысла Тут Бегать Будем Закругляться Ребята Так И Закончилось Наше Приключение В игре GTA 5 Мы Увидимся С вами Уже В следующей Истории Пока Спасибо Всем За Внимание За Просмотр С вами Был Миссионер Джейн Подписывайтесь Ставьте Лайки Оставляйте Комментарии Посетите Мои Творческие Страницы Вконтакте И на Ютуб Ссылки Найдете Под Видео Или В шапке Канала Еще Раз Спасибо Всем Огромное За Внимание И До Новых Скорых Встреч Друзья